Дитя, которое Христос поставил в пример ученикам, это будущий святой Игнатий Богоносец. Известна также судьба Самарянки, с которой Иисус беседовал у колодца. А известно ли, что стало, например, с Гадыринским бесноватым, дочерью Эира или слепорожденным, которого исцелил Иисус Христос? Храни вас Господь, пишет Валерия из Воронежа. Хороший вопрос. Он интересовал еще первых христиан, которые сильно были недовольны тем, что о Христе известно все, кроме его детства. Ну, что это такое? Это же какой невероятный ребенок с большой буквы. Известно только, как родился. Потом эпизод через несколько лет с волхвами. Потом через 10 лет эпизод с 12-летним отроком Иисусом в Иерусалимском храме. И все, до 33 лет огромная лакуна. Известно только, что пребывал в послушании у своих родителей. Все. И начинаются Евангелия детства Иисусова, всякие домыслы, которые пытались заполнить эти лакуны в существующих Евангелиях. Зачем? О Христе ничего не сказано. А потому что нечего было говорить. Рос, как обычный ребенок. Ничего особенного. Никаких там одушевлений воробушков из глины слепленных. Никаких смертей соседей по играм, как мы где-то можем прочитать. Никаких тибетов, никаких индий, никаких путешествий и набирания мудрости. Обыкновенная жизнь обыкновенного еврейского мальчика, отрока, юноши. Что со святыми? Вот вы говорите. Вот известно про Самарянку, известно про Игнатия Богоносца. Что известно? Да ничего не известно. Ничего не известно про Гидаринского бесноватого, про дочь Аира, слепорожденного. Потому что нам этого не надо знать. Почему? Ну, любопытство вообще грех. Любознательство не грех. А любопытство — грех. Что вам с того, что вы будете это знать? Ну, понятно, интересно, занятно. Мы же все любим почитать жизнь замечательных людей, покопаться в чистом и грязном белье наших селебрити, поэтов, писателей, композиторов, певцов и так далее. А уж тем более актеров, актрисов, режиссеров. Нам это страшно интересно. И вот на этом любопытстве построены практически все современные средства массовой информации. А уж чем пикантнее подробности, тем рейтинговее будет программа. Чем больше зрителей соберет она у экранов. А если подробностей нет, то надо придумать. А потом разоблачить. Извините, разоблачить. Ну, извините. Так уж получилось. Зато есть о чем говорить. Святые отцы не поддерживают подобного любопытства. И если для нашего спасения знать здесь нечего, то ничем и не говорится. Даже то, что пишется в некоторых житиях, не всегда соответствует исторической действительности, потому что жития — это как икона. То есть они, в принципе, пишутся по единому лекалу. У святителей такой тип житии, у мучениц такой, у мучеников такой. Он, идя в тюрьму, молился про себя такими словами. С князем, императором, палачами такими словами отвечал. Перед смертью, находясь там на плахе или на арене, Колизея говорил такие молитвы и читал такие псалмы. Вот. Все это, в принципе, типично. Жития великомучениц весьма типичны и однотипны. Ну, потому что не суть, не имеет значения, что действительно происходило. Насколько-то все там исторично, достоверно. Главное — показать духовную красоту человека. И здесь нет никакого обмана. Как икона, как византийского, московского стиля. Она, может быть, совершенно не похожа на облик Николая, Варвары, Ирины, Серафима. Но это иконописный облик. Там нет родинок, шрамов, косоглазия или равноглазия, правильного цвета волос. То есть не стоит у иконописца задача достоверно описать облик того или иного святого. Не стоит у того, кто создает житие того или иного святого, задача написать биографию. Это икона святого человека. Поэтому, может быть, истории жизни чуть ли не всех евангельских персонажей написаны, придуманы только лишь для того, чтобы вы могли взять положительный пример из этой истории и подражать ему. Все. Что мы знаем, допустим, о Фатинии, той женщине, которая беседовала Господь у колодца? Только то, что в Евангелии написано. Она пошла в город, проповедовала, и множество людей уверовали, что Христос, что человек, с которым она беседовала у колодца, это Христос. Годоринскому бесноватому тоже Господь благословил проповедовать. Не идти за ним, а проповедовать в Годоринской земле. Как и что там, неизвестно. Вора, воросбойник, сколько там книг написано, фильмов снято. Это все равно некоторые предположения. Вот как бы могла развиваться их жизнь. И кроме нашего любопытства, ничего на самом деле не удовлетворяет. Ну, помрем, все узнаем. Подойдете к Годоринскому бесноватому, все у него спросите. Подойдете к Самарянке, к Игнатию Богоносцу подойдете. Все, что мы знаем о нем, это из его знаменитых и замечательных писем, которые он писал по пути на казнь. Да, есть понятие, как церковное предание. Но тут надо смотреть, что действительно считается церковным преданием. А что кем-то придумано в свое время, как-то вошло в какие-то благочестивые книжки, и как-то автоматически стало частью церковного предания. Таковым, на самом деле, не являясь. Так что, какая бы жизнь ни сложилась у Лазаря Четверодневного, у Варавы, у Годоринских бесноватых, на наше спасение никаким образом не влияет. Как пишет апостол Иоанн Богослов, если писать о всем это подробно, то всему миру не вместить. Пишем их книг. «Храни и вас, Господь». Повторюсь, как помрем, все узнаем. Главное, по смерти быть с Господом Богом. Да уж точно все будете знать, но не надо оно нам будет уже, потому что, находясь в любви Божьей, любопытства такого земного, греховного, по сути своей, уже не будет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok living suramenיו saliente J Ν'емчай. Субтитры создавал DimaTorzok зуковы заливает, который реактирован в обеспечении этой Completely Субтитры создавал данных недостей, ala последний недостей. Субтитры создавал DimaTorzok Штубтитры создавал DimaTorzok в 2,5 моя мере-тоắn, ножницы таки-то надпые дому. Как вспоменим, только уしま current... Продолжение следует...